Индекс Мосбиржи. Очень хочется, чтобы это был разворот, но по моей системе для подтверждения этого тезиса нужно, чтобы индекс вышел выше уровней 3300-3340. По некоторым бумагам уже формируется ситуация на вход, но не спешу входить рабочим объемом. Мы доберем их, если движение разовьется. Глобал Транс. В начале апреля бумага на сильном импульсе вышла из диапазона 600-750 и сейчас пришла на ретест к уровням 675-690, а по нашей системе от этих уровней можно искать лонг. Однако, как видно, не доходя до этих уровней, образовался боковик 715-745, то есть это фундамент для движения. И судя по тому, что цена выходит из него вниз, предположу, что это движение продолжится. Поэтому на ретесте к промежуточному уровню 730 можно искать шорт со стопом от 3,5%. Но перед входом в сделку нужно будет посмотреть на общую конъюнктуру рынка. То есть, если рынок начнет расти, то и смысла, соответственно, заходить в шорт не будет. То есть, это такой локальный нисходящий тренд, и мы пытаемся присоединиться к нему по направлению. Если же сейчас ветер будет дуть в другую сторону, соответственно, от этого же боковика мы будем искать точку входа в лонг. ВТБ. В прошлом обзоре от 1 июня дал идею в шорт от уровня 207. Все по паттерну. То есть, есть проторговка, есть импульсный пробой, есть ретест и вход в позицию. Пока все идет по плану. Цель движения – это обновление ближайшего локального минимума, затем зона 177. Ну, конечно же, все зависит от вашей жадности, и можно было взять 3-3,5% профита. Если цена пойдет наверх. В моей системе перед входом в сделку сразу рассчитывается уровень стопа, цели движения и, соответственно, диапазон для входа. В данном случае стоп чуть-чуть больше 2,5%, а потенциал движения около 9-14%. То есть, для меня это шикарное соотношение риск-прибыль. Если, допустим, оно в этой сделке не сработает, то обязательно сработает в другой. И я отобью стоп в другой сделке, получается, и так же заработаю. То есть, вот простейший расчет. В случае, если цена развернется, да, будем искать, наоборот, точку входа в лонг. Не надо упираться рогом, да, и если ты решил, что будет цена падать, надо постоянно усредняться, усредняться. Нет, надо плыть по течению. То есть, если мы идем вниз, надо искать, где присоединиться к этому движению. Если мы разворачиваемся, наоборот, надо искать, где присоединиться уже к этому направлению движения. Аэрофлот. Удивительно, но здесь все еще возможен рост. Сигналом к этому будет импульсный пробой уровней 58-59,5. Единственный момент, пока не совсем очевидна точка входа. Но думаю, как только это событие состоится, все сразу станет ясно. О смене восходящего тренда на нисходящий я бы говорил только после выхода ниже уровня 48. Так что пока ждем, когда цена определится с направлением. Магнит. После такого жесткого слива цена потихонечку успокаивается и формирует небольшую проторговку. Это то, что нам и нужно. Потому что от этого боковика можно будет работать как в лонг, так и в шорт. Если мы говорим про лонг, то движение от уровня 8500, то есть отсюда, прошло вниз без каких-либо проторговок. Поэтому цена относительно с легкостью может вернуться обратно. То есть, вот этот диапазон никто защищать не будет. Если говорить про шорт, то здесь идея присоединиться к движению по его направлению. То есть, то, о чем я говорил ранее. Сейчас торопиться не стоит. Ждем, как соберутся все детали нашего паттерна. И как только это произойдет, обязательно дам знать об этом в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Интеррао. Здесь идея на закрытие див-гэпа. На откате к промежуточному уровню 3,695 можно искать лонг со стопом от 2,5%. Цель движения это уровень 4,12. То есть, потенциал около 10%. Опять же, перед входом стоит посмотреть на общую конъюнктуру рынка. Астром. То же самое с места в карьер. Простая спекулятивная идея в лонг. Вход в позицию на ретесте к промежуточному уровню 594,5. Стоп от 3%. Цель движения – обновление зоны 655. Чисто спекулятивная идея. То есть, небольшой стоп – хорошая цель движения. ЛСР. Ранее говорил о том, что цена наконец-то пришла к уровню 775, на котором мы ее и ждали после сильного движения в феврале. Кстати, напомню, что тогда входили в лонг по паттерну на ретесте к этому уровню. То есть, вот была проторговка, вот он импульсный выход, вот он пошел ретест и, соответственно, идею дал еще в начале февраля. Все, вот флажком отметил. Все, вот готовый план действий. Есть стоп, есть диапазон для входа, есть цели движения. Сейчас видим реакцию цены на этот уровень в виде боковичка. И от него также по паттерну можно работать как в лонг, так и в шорт. Для этого ждем импульсный выход и плавный откат к промежуточному уровню 790. Обратите внимание на прострелы вниз и вверх, которые были 3 и 5 июня. Резкий возврат обратно говорит о том, что это был ложный пробой. Однако текущий откат выглядит получше, поэтому за бумагой послежу. Сбербанк. Напомню, что всю позицию, которую набирал после пробоя зоны 294 на ретесте к промежуточному уровню 292 закрыл. От каких-либо действий пока стоит воздержаться. Если снижение по рынку продолжится, то целями выступит уровень 307, затем 292. Пока цена в свободном плавании. Газпром. После пробоя зоны 150 движение прошло без каких-либо проторговок, однако есть небольшое колено на уровне 136. Поэтому если отскок и будет, то допускаю, что именно до этого уровня. Если же из этого боковика будет импульсный выход вниз, то на ретесте будем искать точку входа в short на продолжение движения. В любом случае считаю, что вектор движения задан после пробоя зоны 150. И цель движения это уровень 106. Самолет. Цена вернулась в диапазон 2900-3400. И так же, как и в Астра, для того, чтобы начать присматриваться к поиску точки входа, нужна проторговка рядом с одной из обозначенных границ. Пока этого не произошло, в бумаге делать нечего. Посагра. Просто посмотрите на идею от 25 мая. То есть после выхода из вот этого боковика, мы видим сильное движение на импульсе. Хотелось бы протестировать уровень 6530. Но так как это движение было сильным, мы видим, что по ходу этого движения образовалось небольшое колено на уровне 6350. Поэтому идея какая? На ретесте этого уровня вход в short со стопом от 3%. Цели движения какие? Это ближайшие уровни 6000, затем 5800. Ну вот, собственно говоря, как все это реализовалось. Посмотрите, пожалуйста, эту запись от 25 мая, и все станет предельно понятно. Большую часть позиций прикрыл. Если движение вниз продолжится, присоединимся к ним также по паттерну. Тем более сейчас, да, есть небольшая вот такая проторговка. Новобев. Уровень 5330 выдерживает попытки пробоя, что, на мой взгляд, говорит о некой силе в бумаге. Да, о росте говорить пока рано, но и вниз не пускают. Для покупок ждем импульсный пробой уровня 5850, и на откате к уровню 5700 можно искать лонг со стопом от 3,5%. Цели движения это обновление уровня 6250, затем 6800. Каждый раз напоминаю, что это не прогноз движения цены, это план действий. То есть, если мы увидим вот такую картину, надо будет соответственно действовать вот так по плану. Лукойл. Цена вернулась к уровню 7200, от которого в прошлый раз заходили в лонг. Все также по паттерну. Есть проторговка, есть импульсный выход, ретест, вход в лонг, цели движения также есть. Я считаю, что опять же это говорит о силе этого уровня. Соответственно, если его пробьют, то пойдем ниже. О покупках я бы говорил после выхода выше уровня 7900. Это будет значить, что трендовое движение продолжится и мы не будем сидеть в боковике. Таким образом, думаю, что в ближайшее время цена будет торговаться в диапазоне 7200-7900. НЛМК. Такая же ситуация, как в магните. После див-гэпа видим сильное движение вниз. Затем остановку в виде боковика 192-197. А это значит, что пришло время искать точку входа. Для этого ждем импульсный выход из боковика, причем все равно в какую сторону. Затем на ретесте к промежуточному уровню 193 и 5 можно будет искать точку входа. Для лонга стоп под локальный лой от 2,5%. Для шарта, соответственно, стоп над локальным хаем от 4%. Еще раз повторю, надо дождаться импульсного выхода и только на откате искать точку входа. Импульсный пробой говорит о том, что бумага готова идти дальше, а плавный откат о том, что это настоящий пробой, а не ложный. Роснефть. На мой взгляд, бумага лучше всего пережила вот эти перетрубации, которые были в последнее время. Потому что с октября прошлого года обозначила для себя диапазон 530-608, коим и торгуется до сих пор. То есть трендового движения нет, поэтому цена в обозначенных рамках ходит как хочет. Что делать? Неоднократно за этот обзор повторял. Ждем, когда цена подойдет к одной из обозначенных границ, образует боковик. Вот это и будет сигналом к тому, что за бумагой нужно следить, так как именно в этой точке появляется потенциал для входа в позицию.